Итак, ребятки, всем приветик. Как вы видите, сегодня мы с вами в новой обстановке. Я пришла в свой старый зал. И сегодня мы с вами будем качать пресс, наверное, немножко предплечья. Буду тренировать хват, стойку на руках потренирую. Ну, короче, у нас сегодня будет такая лайтовая, можно сказать, более функциональная тренировка. Вот. Этот зал просто находится ближе к моему дому, мне не нужно ехать на такси. Тем более, сегодня мне не нужны всякие тренажеры пафосные, гантели, веса. Поэтому могу, в принципе, заниматься тут. Такс. Итак, первое я, наверное, начну с пресса. У меня сегодня будут абсолютно простые упражнения. На полу всякие скручивания, подъемы ног и так далее. Вот. Итакс. Первое упражнение у меня будет скручивание на полу с зажатым между ног мячиком. Надеюсь, меня обидно. В этом зале почему-то очень темно и очень страшная картинка получается. Такс. Зажимаем, короче, мячик между ног, между голень. Вот. Крепко его прижимаем, ложимся. Следим за тем, чтобы наша поясница все время была прижата к полу, чтобы она не выгибалась и не образовывалась как бы тут пространство. Следите за тем, чтобы она все время была прижата. Теперь прижимаем этот мячик и медленно поднимаем ноги. Выдыхаем, когда мы поднимаем ноги наверх, когда мы сокращаем пресс. Опуская вниз, мы делаем вдох, тем самым как бы прижимая поясницу к полу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пуф! Фуф! 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 Ах, блин! Уи! Фуф! Фуф! Тут, конечно же, еще можно, как бы поднимать таз наверху, чтобы сильнее получается сократить пресс. Но я пока этого не делаю, потому что я хочу научиться просто контролировать поясницу. Поэтому я делаю очень медленно и негатив, и концентрику, чтобы просто контролировать поясницу и кор, чтобы он был прижатым к полу. А еще, знаете, ребят, я вот думаю, почему-то, когда дело касается пресса, когда люди становятся более опытными, они начинают думать, что вот обычные скручивания на полу, там всякие движения с подъемом ног, подъемом корпуса, для них слишком легкие. И они начинают их усложнять. То есть думать, что, ой, вот скручивание на полу, оно уже, типа, слишком легкое для меня, пойду-ка я сделаю там, не знаю, что-то на тренажере и так далее. Вот, не знаю, может, у меня, конечно, пресс очень слабый, но лично по моему опыту можно убиться даже самыми простыми упражнениями без каких-либо заморочек, без каких-либо тренажеров, без огромных весов, просто делая их правильно. То есть... Что я хотел сказать? Ну, короче, дело в том, что... Я забыл, что хотел сказать. Ну, короче, смысл вы поняли в том, что не надо усложнять привычные вещи, не надо изобретать велосипед, когда он уже давно изобретен. Вот. Но это ни в коем случае не означает, что не надо прогрессировать, потому что надо помнить, что пресс это такая же мышечная группа, как и все остальные, поэтому, чтобы она росла, также нужно следовать принципу прогрессии нагрузки, также нужно увеличивать вес, увеличивать повторение, пытаться становиться сильнее, а не просто там годами делать скручивание на полу, там, на 15 раз. Таким образом, конечно же, прогресса будет мало. Просто следите за тем, чтобы со временем вы становились сильнее. Там делаете скручивание на полу, добавляете вес, еще больше добавляете вес, или там начинаете делать на большее количество повторений, или уже усложняете упражнения. То есть, если вы делали вис, подъем ног в висе сначала с коленок, потом уже начинаете поднимать выпрямленные ноги, и так далее. Потом берете вес, и так далее. Ну, короче, в прессе тоже надо прогрессировать, тоже надо пытаться добавлять веса. Это такая же мышечная группа, как и все остальные, поэтому об этом нельзя забывать. И вот касаясь других мифов про пресс, еще хочу отметить про то, что тренировать пресс каждый день, чтобы он лучше вырос, чтобы он быстрее спрогрессировал, это тоже полная тупость. Это потому что то же самое, что я буду качать, не знаю, ноги каждый день, чтобы они быстрее выросли, или грудь каждый день, чтобы она быстрее выросла. Пресс тоже нуждается в восстановлении и в отдыхе, поэтому часто, ну, сильно часто, тем более каждый день его тренировать, я думаю, не стоит. Вот, Арсений, ты со мной согласен? Да. Да? А сколько можно его тренировать в неделю? Ну, раза два-три максимум, наверное. Два максимум. Два максимум. Ну вот, короче, два раза максимум, скорее всего. А можно же и один? Может, даже один. Разные упражнения, может, два раза один? Такс. Фу. Мяч тут это не просто как утяжеление, чтобы сделать упражнение сложнее, но в то же время мяч помогает нам держать таз более уравновешенным, более ровным и, как это сказать, поясницу лучше контролировать. Вот те мышечные группы, которые находятся вот тут, они называются сгибатели бедра, которые отвечают за сгибание ноги, получается, они могут быть асимметричны, то есть какая-то часть затянута, какая-то часть растянута. И вот в данном случае то, что я прижимаю мяч, позволяет мне держать ноги ровно. Вы, наверное, сами замечали, что когда, например, делаешь, ну просто пойдем ног в нулежа, одна нога может как бы стремиться подниматься вот так вот выше, другая ниже, либо же одна может разворачиваться там в сторону или в эту сторону. Вот, и с такими, получается, дисбалансами, ну помогает мяч, чтобы сделать упражнение более, типа, ровным. Так, пока я отдыхаю от пресса, я решила проверить свой хват. Давайте с вами сделаем виз и посмотрим, сколько максимально я смогу продержаться на турнике. Арсений, ты включишь этот, когда я, короче, повисну таймер? Все, короче, сейчас будешь включать. Все, включай. Ой, у меня что-то сегодня мозоли болят. Ой, у меня что-то сегодня. Сколько там прошло? А, бля, что-то тяжелое. Скользает. Скользает. Сколько там было? Ну, минута, наверное, 20. Что с моими руками стало? Это нормально? Это не нормально. Почему? Пиздец. Короче, одна минута, 28 секунд получился. Итак, следующее упражнение на пресс. Это у нас будет книжка. То есть, к тому, что мы делали до этого, пойдем ногу, мы теперь добавим и пойдем корпусы наверх. Основная причина, почему я делаю все эти упражнения, просто потому, что я не хочу выходить никуда из этой комнаты, из этой комнаты в этом зале. Потому что в этом зале у нас очень много знакомых, и со всеми надо говорить, и мне там неудобно записывать на камеру, я стесняюсь. Вот, поэтому я буду лучше торчать в этой маленькой комнате и делать все свои упражнения тут. Так. Так, сейчас посмотрим. Вот это упражнение уже будет гораздо, гораздо сложнее. Фу. Ой, я забыла, как делается, блядь. Ой, руки ждут. Бля, бугорнула. Так, все. О, блядь, тяжело. Ты живу, да? О, блядь. О, блядь. Следующее упражнение на пресс мы с вами попробуем сделать, как это называется? Гимнастическое колесо. Гимнастическое колесо. Мне кажется, это одно из самых сложных упражнений на пресс. Я не спец по технике, поэтому не могу вам дать какие-то советы, но то, что я знаю, как мне кажется, надо пытаться, надо пытаться, как сказать, то есть не двигать себя тазом назад, то есть не делать отведение таза назад, чтобы привестись обратно, а пытаться, как бы вот вы легли и как бы привести себя обратно за счет того, что вы сокращаете пресс, поэтому верх тела, он у вас должен быть скручен, а не выгнут. Ну, я так говорю, я сейчас сама сделаю всего там три повторения. Так, короче. Так. Три повторения. Я же говорила три повторения. Итак, последнее упражнение в этом зале у нас будет. Хочу поделать немножко вот таких вот разгибаний или сгибаний, я вот точно не знаю, как это называется, но это упражнение направлено на укрепление вот этой поверхности предплечья. Вы сейчас поймете, я в этом не спец, потому что все эти упражнения мне подсказывает Арсений, потому что он раньше занимался армрессингом. Вот. Зачем я это делаю? Для того, чтобы так скажем, укрепить локти, потому что после последних жимов, которые я вам показывал на видео, и вы, наверное, поняли, что там не совсем у меня была правильная техника, у меня немножко начали побаливать локти. это называется внутренний эпиканделит. Что-то такое. Мавсия неправильно сказала, короче. Вот. Ну, короче, с внутренней стороны немножко начинает побаливать сухожилия. Вот. Поэтому Арсений мне сказал делать вот эти упражнения каждый день, по чуть-чуть, по одному подходу, чтобы ускорить восстановление, чтобы туда приливало кровь почаще, побольше. Вот. И чем больше движения в суставе, тем она лучше кровоснабжается, и поэтому быстрее восстанавливается. Поэтому мы с вами сейчас будем делать вот это упражнение на каждую руку, по одному подходу, до ощущения жжения. Вот так вот это делается. Ну, я не знаю, я правильно делаю, интересно или нет. Короче, вот таким вот образом просто поднимаем кисть. Я думаю, сегодняшнее видео у нас получится коротким, потому что у меня сегодня нет, ну, как вы видите, просто пресс, там всякие такие висы. Вот. Осталось мне поделать еще, потренировать стойку на руках. Вот это сейчас я вам покажу, и потом мы с вами пойдем уже домой. Сегодня у меня будет урок по вождению, поэтому сразу же после зала я иду к своему инструктору, и мы с ним едем по городу. Вот. Такие дела. Фух. Не, раньше я как бы постоянно занималась в этом зале, но, видимо, знаете, человек очень быстро привыкает к хорошему. Недавно я вот перешла в тот зал, в котором я сейчас снимаю видосы, и он как бы настолько, не знаю, приятнее для глаз, а вы, ну, вы сами на это видите, насколько тут темно. Это, этот цвет стен, он меня просто убивает, он мне напоминает, не знаю, какую-то жуткую диарью. Вот. И вообще все, это пространство очень сильно давит. Но единственный плюс, ну, этого места, то, что как бы оно близко к дому, и мне не надо ездить на такси, тратить деньги на такси. Вот. Поэтому для вот такой тренировки пресса и всяких вот функциональных штук мы, в принципе, с вами, наверное, будем встречаться именно тут. А вот завтра я уже поеду в свой зал. Тот зал. Все. Достаточно. Теперь давайте пойдем тренировать стойку на руках. Итак, давайте с вами приступим к тренировке стойки на руках. Имейте в виду, что я еще не умею ее делать, поэтому все мои советы, они просто такие же обычные советы, которые я сама просто собрала из интернета. Вот. И в этих видео я просто хочу продокументировать, так сказать, весь процесс, как я буду учиться этому. Вот. Сначала необходимо нам размяться. Для этого сделать, как это называется, пайк. Не знаю, как это по-русски называется. типа пайк стенд. Ну, короче, вы сейчас все увидите. Так, я заправлю футболку, чтобы она у меня не слетела. Так, короче, ну, да. Ну, короче, из положения отжимания мы потихоньку как бы подводим себя ближе к ногам. Вот. следим за тем, чтобы... Хотя, зачем я это говорю? Я же говорю, я на самом деле не спец. Я так говорю, будто я сама умею стоять на руках. Просто говорю то, что я слышал из интернета. Наша задача, чтобы корпус и ноги, они у нас были, ну, как бы, в виде вот такого треугольника ровного. Вот. Это будет разминка. Это на самом деле легко. Вот таким вот образом. можно потихоньку переносить вес типа с ног на как бы руки, чтобы привыкнуть к этому положению. Вот. постепенно усложняем. Мы можем залезть на какую-нибудь платформу, поднять ноги, чтобы нам было чуть-чуть сложнее. Вот. Так, теперь будем делать это у стены. То есть я буду залезать на стену тихонечко, вот так ногами, постепенно ближе, приближаясь к корпусу. Блин, в таком виде я выгляжу как настоящий уебан, можно сказать. Так. Блин, как заебали эти боксеры, блядь, бить из нахуй. Продолжение следует... Теперь походим по стеночке, туда-сюда. Ах, блядь. Еще в идеале бы, конечно, научиться запрыгивать на стену вот таким вот образом. Наверное, вы видели в интернете такое вот так вот. Блин, но мне пока очень страшно, потому что мне кажется, что я так упаду, сломаю все шеи, сломаю все, не знаю, вывихну плечо, колени, все что угодно. Короче, вот с этим мне нужно еще поработать, чтобы вот психологически как-то быть готовым к тому, чтобы упасть. Вот, поэтому мне кажется, что при стойке, при тренировке стойки еще очень важно... Блин, боксеры ебучи. При тренировке стойки очень важно как бы научиться еще падать, безопасно падать, чтобы в случае чего вы могли просто как бы приземлиться. Бля, у меня пока плохо плечет. Ну вот как мне упасть отсюда? Вот так вот. Ну да, наверное, я же не могу. Не нигде как бы... Я вообще перелила. Блин. вот так наверно не знаю блин люди в интернете делают это так просто я не за так просто прыгают как по мне это прям кто очень и очень страшно пиздец как страшно 1 1 делать это почему-то очень страшно я пока не готов к этому но это конечно упражнение требует очень сильного верха особенно плеч передней дельты а вот в принципе как поддержаться я не могу но мне не хватает баланса очень сильно не хватает баланса контроля кора пресса поясницы таза потому что это такое базовое можно сказать многофункциональное упражнение и вообще на самом деле я вот в плане бодибилдинга так скажем в плане вот внешней формы это упражнение конечно нужно ничего не дает ну типа это просто так вот ну ничего особенного я просто какой-то момент поняла что как-то мне стало скучно заниматься только всякими качковскими там движениями не знаю и захотелось добавить чего-то такого функционального и поставить перед собой цель как-то развивать свое тело в других плоскостях в которых я раньше не двигалась например вот в этом вот потому что получается такая прям изометрика которую я никогда в жизни не выполняла поэтому посмотрим что из этого у меня получится вот так отеля к нам Продолжение следует... 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 Продолжение следует...